Ну вот мы прибыли на лодке к лодочной станции и направляемся к пляжу Истузу. Этот пляж находится между курортами Марморис и Фетхие, который состоит из череды больших и маленьких бухт. В одной из бухт находится уси реки Дальян. В месте впадения реки в море образовалась 4-х километровая песчаная коса, известная как пляж Истузу. С одной стороны косу омывают соленые воды Эгейского моря, а с другой пресная речная вода. Чуть поодаль от берега начинаются горы, они очень хорошо украшают пейзаж. Ширина пляжа не одинакова, от 20-30 до полутора сотен метров. В северной части берег покрыт мягким песком, в центре – мелкой галькой. На юге песок перемешан с камнями. Вход в воду песчаный или мелкогалечный, достаточно пологий, дно очень чистое. Мелководье тянется примерно на 10 метров. Это такой природный лягушатник, и он привлекает на Истузу очень много семей с детьми. Шезлонгами занята лишь небольшая территория на севере и в центре пляжа. Но в основном туристы загорают на собственных полотенцах. Инфраструктура вместе с тем развита не очень хорошо, хотя туристов много, поэтому пляж не имеет голубого флага. Однако чистота берега здесь безупречная, а о безопасности заботится спасательная служба. Второе название бухты Истузу – Черепаший берег, так как в Дальяне, мы уже вам рассказывали, живет много черепах, в том числе и черепах Логер Хэт, которая по-другому называется Карета Карета. Поэтому его и назвали «Черепаший пляж». Это одно из главных мест в Турции, где морские черепахи откладывают яйца. Эти рептилии внесены в Красную книгу, мы тоже об этом уже говорили вам, и бухта получила статус охранной зоны, где делается все возможное для увеличения этой популяции черепах. Именно по этой причине к пляжу нельзя подъехать ни машиной, никак по-другому. Сюда нельзя приходить с животными, здесь отсутствуют водные развлечения. А часть берега занята не лежаками и зонтами, а особыми корзинками. Они защищают места кладки черепашьих яиц. На пляже, на песке есть место, отделенное веревкой. Туда запрещено заходить туристам. Именно там черепахи откладывают свои яйца. Видите, уважаемые любители рок-музыки, белые камешки, символы черепашьих яиц. Символично, но тяжеленькие. Это, скорее всего, в Памуккале. Помните там вот эти сталактитовые белые кальцитовые вещи карбоната кальция? Это они. Я думаю, да. Ну что, обустроенный пляжик, есть какой-то ресторанчик, туалеты, кабины для переодевания. Все цивильно. Подготовились к приезду. Рок-звезды. Волочок АСД. Готовились. Обратите внимание, какая чистая вода. Мы только зашли по колено. Она прозрачная, несмотря на волны. Это мне нравится. Сейчас мы этот пересып перейдем. Я вам напомню, что такое пересып. Знаете, в Одессе есть район пересып, но и молдаванка, и пересып обожают костью моряка. А пересып – это такой пересып, который образуется за счет волн. Так, идешь-идешь, и вроде лупы начинают углубляться, а потом раз – опять мелко. Это и есть пересып. А потом уже начинается глубина. И волочок АСД расскажет вам немного об этом месте. Из вот Эгейского моря. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот. Мы в Эгейском море. Крабов наловили, черепах увидели, хищные их кусаются. Но мне понравились крабики. Они рвались, рвались по АСД, по старому везде. Цеплялись друг за друга. Видите, одного поймал, другой за него ухватился. В очереди стояли, чтобы прикоснуться к великому искусству рок-нерольному. Поэтому удача двойная. И это хорошо. Это хороший знак, согласитесь. Как вы думаете, в этом году мы выйдем на сцену или нет? Я уверен, что выйдем. Потому что репетиционную базу построили. Сейчас начнем репетиционный период. И будем вам концерты сначала стримы давать. Ну, а потом уже и на гастроли. Благодаря охранным мероприятиям черепахи все чаще появляются на берегу. Летом здесь можно увидеть до 300 защитных корзинок с кладками яиц. Взрослые особи выходят из моря ночью. И в это время доступ на пляж закрыт. В дневное время нельзя приближаться к местам кладки. Несмотря на то, что черепаший пляж Истузу – одно из самых популярных туристических мест Турции, здесь в первую очередь пекутся не о туристах, а именно о черепахах. Согласно требованиям природоохранных организаций, здесь запрещена застройка, шумное развлечение, а большая часть побережья отведена для черепашьих нужд. Еще одной достопримечательностью пляжа является Центр изучения, спасения и реабилитации морских черепах «Декамер». Он ежедневно открыт для посетителей, которые хотят узнать о жизни и особенностях поведения этих рептилий, о том, как выхаживают раненых животных. Во время экскурсии можно увидеть черепах нескольких видов, которые проходят реабилитацию в этом центре. Уважаемые любители рок-музыки, ну мне, как королю русского рока, русского рока, подарили на память две бутылки воды. Говорят, смотри, там не скучай на кораблике. Такие вот любезные люди, ну любят русский рок, тоже могу сделать, даже ничего не могу сделать. Особенно любят рок-группу Волчук, их нетленные произведения. После черепашьего пляжа мы опять на своих знаменитых вьетнамских лодках пересекаем знаменитое озеро Кейджи-Гиз, чтобы добраться до грязевых ванн в Султинии. Термальные источники и грязевые ванны, которых имеют целебные преимущественные свойства. Они известны с давних времен. Еще во время расцвета древнего города Каунас, Кавн, местные жители облюбовали эти места. Обратите внимание, видите, вилочки, яхточки и на берегу, на которых кайфуют люди. И, как сказал наш гид Хусейн, которые много денег зарабатывают, чтобы так кайфовать лежать там, в лежачках, на вот этих виллах. Вот оригинальная, видите, таким шалашом стоит, палаткой трехугольной. Прикольная, прикольная. А вот вилла Денис. А, с одной стороны Денур, с другой стороны Денис. Я не пожалею 10 долларов, чтобы попробовать голубого краба. Камчатских я пробовал, черноморских пробовал, маленьких. Крабов-стригунов пробовал, все пробовал. Голубых еще не пробовал. Попробуем сегодня. Намереваются нас обогнать, а ничего не выйдет. У нас самый лучший капитан, я имею в виду себя, рулевой самый лучший и штурман Хусейн. Самый лучший у нас все. Не, глянь, обгоняют, наглецы. Что творят? Хотят первыми крабиков попробовать, а ничего не выйдет. Мы причаливаем первыми. Уважаемые любители рук музыки, ну какой мастерский капитан-то у нас, гляньте. Даже не ударился о пирс. Прочарил четко, мягенько. Точно. Молодец, девчонка. Моя школа. Ну что ты сделал, я же капитан. Подучил ее. Объяснил, как нам швартоваться, правильно? А я вам расскажу, как швартовались военные корабли у нас. Кормой к пирсу. Это на самом деле очень сложно. Надо сбросить якоря вовремя. Недалеко и не близко. Потом завести тросы на банки и точно присвартоваться кормой к пирсу. Это очень мастерство большое капитана на самом деле. Когда неопытный командир был, вот у нас были там такие, он по пять раз заходил. Там уже изматывал эти швартовые команды. Один раз не дотянул, рано якоря сбросил. Второй раз близко якоря корабль болтается. У нас капитан хороший. А в этой порции крабы голубые. Одна порция 10 долларов. А в одной порции два или два с половиной краба. Две порции крабов. Две порции вам. Ну вот так вот. Уважаемый любитель рок-музыки, будем хулиганить. Будем есть крабиков из Красной книги. На суде. Раз они сами хулиганят, и мы будем. А потом черепашек кормить остатками. Уважаемый любитель рок-музыки, ну, буду пробовать. Я вспоминаю детство. А у меня же бабушка с Черного моря. Из Железного порта в Херсонской области. Такой поселок, Железный порт. И мы там ловили крабов. Но они маленькие там. Черноморские крабики. Ну, вы маленькие, а те побольше. И поэтому на самом деле у них есть нечего. В раках хотя бы шейка. И знаете, раковая шейка. А тут одни клешни. Все остальное есть невозможно. У камчатских крабов фаланги самая вкусная. Они толстые. Там мясо. Мы сейчас были на Камчатке. Потрясающе уже почищенные. Фаланги. Прям вкуснятина. Но вот это классно. Оно еще горячее. Их недавно сварили. Очень вкусно. Сладковато на вкус. Прям очень оригинально. И мы их вот так вот и ели. Просто высасывали, по сути дела. Потому что ломать их там жижа получится. А так сразу хрумкается. Высасываешь эту мякоть. Вот вкусно. Очень такой яркий, характерный запах крабового мяса. Класс. Яркий вкус. Вот так бы я сказал. Уважаемый любитель рок-музыки. Мне доверяют. Доверяет капитан корабля. Доверяет тоже капитану русскому. Капитану рок-музыки русской. Покрутить руль. Видите? Получается у меня. Не зря на флоте служил я. Ну не зря. Проходил практику три года на Тихом океане. На эшминце. А вы думали я шутил? Что мне доверят? Мне доверяют люди. Мне доверили большую скорость. Уважаемый любитель рок-музыки. Прибавили газу. Сейчас будем догонять вот этих вот негодяев. Которые вырвались вперед. Мы их догоним. Всем привет. Это не мне, уважаемый любитель рок-музыки. Вы знаете, что я не пью. Я же трезвенник. Уже скоро три года, как трезвенник. Будем отмечать скоро. Но режиссер потребовал. Режиссер и продюсер. Мистер. Раз. Хитрость. Запечатанная. А у них штопора нету, да? Ё-моё. У русских людей все попадет. А ну. Да, русский человек не пропадет неделю. Ещё, 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 ещё. Опа, хваль. Спасибо. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, напрашивается тост. Капитан. О, меня приглашают на капитанскую рубку. И напрашивается тост. Чтобы жизнь, хоть иногда, доверяла нам управление собственной судьбой. Вот наш великий режиссер выпьет за этот тост. Давайте. Мой гениальный режиссер и продюсер выпивает за этот тост. И вино холодненькое, беленькое. Ну, а я закусываю за неё. Вы знаете, очень яркий крабовый вкус. И сладковато чуть-чуть. Класс. Очень вкусно. Есть как-то. Отличается от камчатских фалангов. Насыщенный, вот так бы я сказал. И мне это напоминает астраханский плавник. Когда ты заходишь в устье, а там прям всё. Вот так вот в этих хамышах, там лилии плавают всякие. А ты рыбку ловишь в гидрокостюмчике. С ластами и с ружьём подводным. Классно. В Астрахани я побывал, друзья приглашали. Обалденная вот эта подводная. Охота очень интересная. Вы же знаете, там в Астрахани есть традиция. Когда ты вышел плавный, то вот эти лотосы, лотосы, ты по традиции должен выпить из него чарочку водочки. Мне прям наливали туда. Я выпивал и закусывал кусочком этого готоса. Ну, куда было деваться-то? Когда друзья предлагают, отказать невозможно. Нашему гениальному режиссёру-продюсеру понравилось свино. Оно холодненькое, кисленькое, не очень крепкое. Грозусом 10-11. Говорит, очень хорошее. Вкусное. Я верю ей. Как бывший любитель крепких напитков. Я ей доверяю. Ну и продолжаю спотреблять голубых храбиков. Честно, вкусное. Реально вкусное. Уважаемый любитель жоп-музыки, здесь прям школа капитанов. Видите? Ну, когда рядом такие прекрасные рулевые, то как бы не подучиться? Ну как, мужик, как дела? Все хорошо. Вот, все хорошо говорит человек. И правильно. Потому что жизнь прекрасна и удивить. Я тоже. А Москва, это столица Пяти Марий. Ты знаешь, это ли я? Пяти Марий. Пок, Пяти Марий. Поэтому учись, чтобы рулить по жизни, чтобы никто не мог помешать. А мне шесть лет. Да ты что, такой большой уже? Да. А у меня шесть родителей. Ты только шесть лет, у меня шесть родителей, но старшему уже 36. А младшие 14. Растет хорошее подрастающее поколение, понимаете? В котором не страшно передать управление страной в руки. Вот так бы я сказал. Правильно? Правильно. Рок-н-ролл фарево. А вы говорили, что рок-музыка уже умер. Рок-н-ролл мертв. Какой рок-н-ролл мертв? Там Гребенчуков заявил 30 лет назад. Вот. Рок-н-ролл жив. Согласен? Рок-н-ролл фарево. А у меня песня отрекла. Давай. Держи. Голосы рокера. Это хорошо. Обойнись. Когда рокер голодный, когда вождь голодный, тогда он настоящий вождь. Потому что сытый вождь, это уже не вождь. Поэтому голодный, значит настоящий. Класс. Молодец. У меня Сергей. О, у меня муж тоже Сергей, это сосед. У меня муж Сергей Шнуров. Да, вы что? Уважаемые люди рок-музыки, ну тут одни рокеры собрались. Вот Сергей Шнуров стоит. Войнись. Молная тезка. Только один, ну лучше, когда они подружаемые. Ну, лучше, КСБ. Ну, как? Хомячок. У меня с Сергеем знакомься. Это Лев. Как дела, Лёва? Поразов. Молодец. Так и держись, всегда пожить. Потому что у мужика не должно быть плохо. У настоящего мужика, как бы плохо не было, ему все хорошо. Да. Ну все, у меня зубы окрепные, врачи тут прекрасные. Смотри, а я здесь один раз упал. Да. Умеет зубы вырвать, я два зубы вырвал. Тут врачи хорошие. В Москве дорого, тут бесплатно. Повезло, вы увидите на экскурсии. Повезло. Вы увидите, что вы ведет длина. Повезло на экскурсии, зубы вылезли на ходу. Чтобы вы были в курсе, на море есть железное правило. За борт нельзя сбрасывать мусор. Но это не мусор, это еда. И поэтому на корабле еду сбрасывают, остатки пищи. Именно с кормы. После обеда, после ужина. Ну, рыбкам, на радость. И черепашкам. Ай, доля непростая. Ай, выпала всем нам. Ай, злой коронавирус. Ай, не верит в Сезон. Ай, берега с турецким. Ай, не пускал он нас. Ай, два плана на поездки. Ай, заложил фугас. Победим все невзгоды. Будем снова в строю. И серьезную песню Я сейчас вам спою Волны плещут в солнце свете Освежает легкий бриз Ты во море, all-inclusive Наслаждайся, веселись Только помни, россиянин Жит тебя страна всегда Товарищ капитан, разрешите убыть? Нет, нет, нет. Единственный капитан здесь Женского пола Доверили ей Волошу КСД доверили Уважаемые любители рок-музыки Контрольная проверка Как вы усвоили морскую науку? Кто сходит с корабля последним? А ну-ка быстро ответили Правильно, капитан корабля Сходит с корабля последним А когда корабль сфартуется Кормой к пирсу Кто там стоит на вахте? Как называется вахта? Правильно Командир вахтенного поста на юте Матрос Волощук На эсминце возбужденном В 81-м году стоял Пойдемте Идем обедать Форелью будут кормить Кажется, что здесь будет лучше Чем вчера на рынке На рыбном Но посмотрим Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Волощук Расскажет рокер Волощук Расскажет рокер Волощук Расскажет рокер Волощук